Добрый день, с вами доктор Линский, рад приветствовать вас на своем канале. В этом видео решил коснуться такой непростой для меня темы, я думаю, как и для многих моих подписчиков, зрителей, любых адекватных людей, которые следят за событиями в мире, делают определенные выводы, отличные от того, что дает телевизор, от того, что дает пропаганда. А это именно наиболее актуальное для нас, жителей Украины, это сейчас война, нападение России на нашу страну, прихода российских войск на нашу территорию. И сразу же, так как очень многие люди пишут комментарии, мнения разные, я хотел вкратце пройтись по самым актуальным и самым частым аргументам, которые пишут люди, которые поддерживают войну. То есть, или поддерживают, или как-то ее оправдывают. Один из примеров, вы не понимаете, Россия борется с глобальным злом, вот мы должны объединяться, потому что это славян стравили, вот такое именно правильное слово, стравили, то есть мы такие абсолютно слепые, вот нам сказали, безвольные сказали и нас стравили. Это не должно касаться людей, стравить можно собак. И то, это если есть какой-то внутренний запрос, допустим, питбуль или бультерьер, это собаки, которые выведены специально для боев. Там даже стравливать не надо, если это есть внутри, им просто показал соперника, такую же собаку, и они раз и сцепились. Но если этого запроса нет, взять такую породу, как лабрадор или нюфауленд, водолаз, известный народе, это очень, как правило, очень добрые собаки внутри. И их, вот что называется, стравить, ну очень сложно. Я не знаю, это надо постараться. Я не видел ни разу, чтобы дрались два лабрадора. Не зря эту породу используют, как поводорей для слепых и так далее. Тут вопрос во внутреннем запросе. И на мой взгляд, когда говорят, вот многие почему-то часто россияне, причем это не касается адекватных россиян, я не хочу никого обидеть. Тех людей, у меня очень много знакомых, которые в первые дни написали свое отношение к войне, что это преступление, именно конкретно с одной стороны, та армия, которая переступила черту, то есть границу другого государства. Тут однозначно только черное и белое. Как раз тот вариант, когда нет, полутонул. Так вот, люди пишут, что вот вы не понимаете, вот же славян стравили, а виноваты англосаксы, виновата Америка и так дальше. И вы думаете, мы этого не понимаем? Да, есть и англосаксонский проект, есть Ватикан, есть другие. Мы понимаем, это более высшие уровни, не окончательные, но есть, которые над вот этим всем, над президентами и что из этого? Ну понимаем мы это и что дальше? Как это оправдывает войну и конкретно тех исполнителей, которые это делают? И люди еще при этом поддерживая войну, они имеют совесть и, на мой взгляд, цинизм нам говорить, вы не понимаете, не нужно противостоять, нужно объединяться. А после того, как вот то, что уже сделано, как вы это видите? И что в нашем случае, вот я имею ввиду жителей Украины, что нам нужно было сделать? Подставить голову или сейчас вот сложить оружие и дать нас убить? Ведь сейчас уже по прошествии времени, вот 9 месяцев прошло, ни у кого, я думаю, у большинства уже нет сомнений, что вот эти два слова, которые большинство уропатриотов, поддерживающих войну, не могут не то, что понять, о чем это, а даже выговорить. Я имею ввиду децентрализация и денацификация. То есть это было просто ширмой. Потом было очень много всего и биолабораторий, и птицы-убийцы, и базы НАТО, и что там искакали на Майдане, и у вас президент такой-то, что только и сейчас темы продолжают поступать. Но по факту, то, что мы видим, какие преступления вскрываются, в чем эти люди говорят, что это все фейки. Я в таких случаях привожу такой аргумент. Вы посмотрите, вот это касается жителей России, вокруг себя, что творят ваши полицейские, что у вас творится вокруг. Я думаю, вы внутри прекрасно понимаете, что эти замечательные люди, придя на нашу территорию, когда сняты все барьеры, что они будут там делать. И вы прекрасно понимаете, что это все правда. Ну, так принято это было еще при Союзе. Вот на самом деле нам говорили, на самом деле так, но говорить нужно всегда вот так. То есть держать определенную официальную точку зрения. Так вот, мне интересно, после всего этого, а вот сейчас, кстати, идут обстрелы нашей инфраструктуры. Там есть очень много нюансов. Не думайте, что мы, украинцы, этого не понимаем. Есть игры и на месте. То есть использование ситуации со светом, с электричеством. Всегда так было. Но прямые заявления, что мы будем обстреливать, чтобы вы замерзли, это так, ну, то есть относятся к людям, как вы говорите, которые внесут доброе, светлое освобождение и так дальше. То есть, если вы не хотите, мы просто вас уничтожим. И если кто-то думает, что это сразу же наполнит нас теплыми чувствами, и мы тут же бросимся объединяться с теми, кто хочет нас убить, то я думаю, вы немножко ошибаетесь. А как было один из вариантов, как, допустим, развязали войну, это тут, видите, это не политика, это чистая психология, вот работа с людьми. Тут даже это не выходит за рамки моей компетентности. Это уже не политика, то, что касается нас. Стал вопрос, я понимаю, для разных стран, если брать вот те изменения, которые последние годы, для разных стран применяли разный алгоритм. Допустим, в Китае там люди подчиняются, там одно, там прямо они вот пошли, хотя сейчас тоже пытаются бунтовать, что называется, давили. В Европе люди более заколом послушные, они на этом и попались. То есть, многие не могли представить, что то, что говорит им правительство, оно может как-то повредить их здоровью, или же принести какой-то вред. Страны бывшего СССР, это в частности, это Украина, это Казахстан, это Беларусь, это Россия и другие, здесь вот это действие по спасению, оно, как мы знаем, не прошло так, как планировалось. Очень малый процент это сделали. Кто-то купил сертификаты, кто-то по-другому вышел. И здесь развязали войну, как вариант той же утилизации. И под войну можно, что происходит сейчас и у нас в стране, очень легко провести те законы, которые не удавалось сделать, пока войны не было. Мы им активно противостояли. Сейчас это все делается, причем делается как у нас, так и в России. Не нужно потирать руки, говорить, вот видите, мы вам говорили, у вас, поверьте, эти законы вводятся еще похлеще, чем у нас. Так вот здесь развязали войну. Стал вопрос, психология, как развязать войну. Вот есть три страны, кого на кого бросить? Взять белорусов. Во-первых, их мало. Во-вторых, это такая нация, у них нет внутреннего запроса на войну, на захват, на какая-то ненависть. Это люди больше созидательные. Вот сколько я знаю белорусов, у них вот как-то что-то сделать, какое-то развитие, то же самое Украина. Даже вот те, которые, ура, патриоты, из России говорят, вот если бы мы не напали, то напали бы вы. Вы прекрасно понимаете, что если бы наш президент вот сказал, нападаем там, ну допустим, на Россию, ну это вообще был бы идиотизм, там просто в начале войны были несопоставимые силы напасть на ядерную державу, ну Бог с ним сказал, что вот нападаем, вы прекрасно понимаете, что ничего бы из этого не последовало, никто бы не пошел. Ну нет у украинцев внутреннего запроса на войну. Мы не воевали после вот развала СССР, мы не воевали все это время, как это делала Россия. То там, то там, то там. Мы просто жили, строили. Да, кто-то ездил в Европу, кто-то ездил в ту же Россию, но все зарабатывали, не воровали. Совсем другой образ мысли. Значит, что остается, какая страна, вот у кого есть запрос, вот эти вот коляски в виде танков, дети в гимнастерках, каждый раз можем повторить, штурмуем в рестах, на машинах надписи на Берлин. То есть, и у кого есть, извините, я никого не хочу обидеть, я просто разбираю психологическую ситуацию. У большинства, не у всех народа запрос, что вот непризнанности, кого-то захватить, кому-то что-то доказать, дойти до Берлина. Я ни в Украине, ни в Беларуси такого не слышал, что вот можем повторить и так дальше. Естественно, использовали часть населения России, которые это поддерживали. Как говорится, пропаганда, она не делает человека, скажем, менее умным, назовем это так. Она просто на таких рассчитана. И она ложится на благодатную почву. Если легла, то люди делают то, что от них ожидают. Это как при гипнозе. Если любого гипнотизера спросите, если человек подсознательно что-то не хочет, чего-то, вы его никак не заставите. Точно так же получилось и в данном случае. Чистая психология, да, и вы, вот как бы вам, может быть, не прискорно, как? Мы же боремся там с Америкой, мы ненавидим там тех, тех, тех. Вы не боретесь, вы выполняете их задачи. Причем полностью. Начиная с вашего президента, у меня был ролик, называется «Сказка о президенте», где я проанализировал вот с приходом его к власти все события и как это сказалось на России. Посмотрите, будет в первом закрепленном комментарии. Там как раз многим будет очень интересно проанализировать, кто действительно готов адекватно посмотреть на ситуацию по-другому. Вы говорите, что вы боретесь со вселенским злом, что ваш президент как раз противостоит всему там западному миру. Простой вопрос, почему вы не выходите из организации Б-03, а полностью выполняете ее приказы? Тот же президент. Почему у вас на территории базы НАТО, с которым вы боретесь? Посмотрите, там в гугле есть в районе Жуковского, есть в районе Ульяновска, Жуковская, это Подмосковье, если я не ошибаюсь. Вопрос, почему на вот этом съезде G-20, на этом, как он называется, форум или так дальше, те документы, которые там все подписали, а именно вот паспорта вот этих дел и продолжение дальнейшей локализации, почему-то Россия тоже вот среди этих подписантов. А, да, отмена наличных денег, переход только на вот те, которые вот в циферках, Россия тоже все это подписала. Вопрос, почему, и сразу же становится понятно, против кого вы боретесь, и чьи приказы вы выполняете. Как бы не было печально, но вас просто использовали. Причем, я сейчас подчеркиваю, я никого не хочу обидеть, унизить. На мой взгляд, понимание ситуации уже дает какие-то шансы на успех. Если человек признает, что он ошибся, пусть даже его использовали, но становится вопрос, что делать. Но опять же, при желании. Кто-то может упорствовать, продолжать, и так дальше. Выбор за каждым. И далее, если возвращаясь к вопросу, ну вот, объединяться, а чтобы что. Извините, у нас в стране, я ни в коем случае не оправдываю нашу страну, не говорю, что у нас все идеально. У нас различных проблем и недостатков, и до войны было очень много, они остались, и так дальше. Но мы их как-то решали. Это наше внутреннее дело. Но извините, то, что сейчас происходит в России, где людей просто лишают свободы за обычные слова, за то, что люди называют вещи своими именами, ну извините, у нас до такого не доходило. Как бы там ни было, но у нас за это время сменилось 6 президентов. Я понимаю, что именно правильная демократия, это когда один человек сидит 20-30 лет, потом снова обнуляется, но может быть, это правильно, но просто большинство украинцев другие, и нам это не подходит. Потом следующий момент, объединились, допустим, сдались, мы видим, что происходит на оккупированных территориях. Вы тут же мобилизуете всех подряд и снова бросаете их на войну. Будет какая-то следующая там страна Европы или что вы там новое придумаете, как правило, это какие-то супердержавы, типа Грузии, там, допустим, Молдовы, в свое время Приднестровье, Украины, хотя вы думали, что так будет, но в жизни немножко пошло по-другому. Но как бы люди, те же ура-патриоты, как бы они не ненавидели Запад, США, почему-то в ту сторону им не приходит в голову как-то освобождать. И следующий момент, который а 8 лет домбили бомбас, а как же мы могли бросить и так дальше, не верю. Ребята, вот как говорил Станиславский, вот не верю. Вы посмотрите вокруг себя, жители России, сколько у вас людей, которые сейчас живут за чертой бедности, сколько у вас проблем. То есть и вы их почему-то не решаете, и почему-то вы не спасаете. И поэтому я не верю, что вы пришли кого-то спасать. Тем более по факту, что получается, мы видим. Почему вы не спасаете, допустим, русскоязычных в Штатах? Там же их представляете? Это ужас, их заставляют говорить на английском языке. Это вообще кошмар. В Германии то же самое. Но там почему-то как-то видимо не хочется. Даже не знаю почему. Поэтому не верю. Проблемы, как я говорил, уже во внутреннем запросе, который использовали. И на мой взгляд, всегда выявили проблемы. Это можно просто об этом говорить. Но вопрос встает, а что делать? На мой взгляд, тут дело за внутренним выбором большинства россиян, которые его сделали, придя сюда в свое время. Это был ваш личный выбор. Уже говорилось много раз, что тот же представители глобальных лид, они не сидят за рычагами танка, они не нажимают на пуск ракет, они не держат автоавтоматы делают это конкретные исполнители по своему личному выбору. Кто не хочет, люди, многие даже предпочли тюремное заключение, но не идут убивать страну под какими-то вымышленными предлогами в угоду какого-то фюрера, который, да, он выполняет приказы глобалистов, параллельно он достигает своих целей, почему бы не соединить приятное с полезным. То есть, тебе дают ресурсы, тебе обеспечивают поддержку и параллельно можно немножко себе усидеть на троне, продлить свое царствование и так далее. И чем больше будет длиться вот эта война, чем больше будет направления на внешнего врага, естественно, он будет дольше находиться власти. Тут все просто, скажем, цели совпадают, но вопрос, совпадают ли они с вашими целями, вот конкретной семьи, которая, допустим, посылает своего мужа, сына или нескольких в Украину. И сейчас, поверьте, это не совсем хорошо заканчивается для тех людей, которые приходят в Украину. Да, гибнут и наши граждане, это меня беспокоит, но и вы от этого положительных эмоций не получаете. Так вот вопрос, совпадают ли ваши цели с целями человека, который все это затеял по указке тех сил, о которых мы говорили. Далее бывает еще аргумент, но ведь вы не понимаете, Украина, она не принадлежит вам, она принадлежит олигархам, она зарегистрирована как корпорация и так дальше. Но мы это знаем. И что дальше? Ну, то, что не принадлежит по законам. Я уже много раз говорил в видео, что законы пишут люди, и вопрос только в том, его можно написать, будут ли его исполнять. И было очень много таких случаев в истории, когда писались определенные законы, потом они сносились просто с тем человеком, который их писал и все. То же самое у нас было с Януковичем. Там в последние дни своего или месяца своего управления он принял определенные законы по кальке, как в России, запрещающие многие вещи, его просто снесли и эти законы упразднили. Точно так же принцип тот же самый. То, что принимается, их можно упразднить. И, кстати, Россия тоже оформлена как корпорация. И что вы нам предлагаете? Говорят, вам же ничего не принадлежит, что вы защищаете? Не принадлежало людям, тоже делал об этом ролик, многие сотни лет, так было всегда. Кто-то жил у этого феодала, кто-то у этого. Да, ему ничего не принадлежало, человек просто выбирал те условия, которые ему лучше подходили. Вот мы выбираем вот эти условия. Мы сами будем решать свои проблемы местные со своими олигархами просто нам не мешайте. Вот сейчас как раз благодаря вам мы лишены этой возможности и вот те вызовы, то есть то, что планировалось, оно как раз и проходит. Это и законы, и локализация, и далее отмена наличных и так далее. То есть приведение к тому порядку, куда хотят привести. Благодаря как раз вашей помощи как освободители. Кстати, у вас делается то же самое и еще более быстрыми темпами. И таких людей хочется спросить. Ну, хорошо, вот вы готовы сейчас, вот вы живете в квартире, в доме, находясь на территории России, который тоже вам не принадлежит юридически, как и в Украине. Вы готовы сейчас просто его освободить? Ну, бог с ним, ну, не принадлежит, все, я выселяюсь, мне все равно. Так вот не нужно, если вы не готовы сами показать личным примером, не нужно нам что-то советовать в этом роде. Бывает, иногда проскакивают новости, заходишь, просто чтобы иметь информацию в чаты, где вот люди, жители России, делятся своими впечатлениями о трэш, там приняли такой закон, или поступили, там человек сделал, ну, явное преступление, там, благодаря тому, что он лоялен к власти, вот все закрыли, и вот новый закон всех ужасает, все возмущаются, и вопрос, а что вы хотите принести нам, чтобы и мы жили в такой реальности? У нас, как говорил, уже тоже есть свои проблемы, но оставьте наши проблемы нам, а вам, может быть, как-то ответься от войны, и заняться как раз теми вещами, которые, ну, вы же видите, которые, скажем, так происходят в России, может быть, так, и если, допустим, у нас мы не имеем возможности просто именно мирным путем прекратить эту войну, только военным, на нас напали, то вы как раз имеете возможность и выбор сделать и так, и так. Как я уже говорил, если большинство перестанут подчиняться, то проблема решится сама собой. Тот, кто это делает, просто не сможет управлять. И когда смотришь вот душещипательное видео, когда мобилизованные из России рассказывают, как им тяжело, как они возмущаются, но самое интересное, я понимаю, что война будет продолжаться, вот это внутренние запросы, о котором я говорил, он как был, так и есть. Все возмущаются плохой экипировкой, условиями, что не должная подготовка и так дальше. И то есть, вот они готовы тем, что никто не сказал нет войне или что он отказывается идти убивать жителей другой страны вот просто ради каких-то мифических идей. Нет, дайте экипировку, обучите, дайте нормальное оружие и мы готовы, аж бегом, побежим, и мы готовы, аж бегом. Причем, то же самое с таким же посылом выступают и матери, жены вот этих мобилизованных, что дайте просто обеспечить наших близких, обеспечить всем необходимым и мы в принципе за, пусть продолжается, все нужно заканчивать. В этом плане проблем не возникает. И тут понимаешь, что, как вы говорите, о каком объединении может идти речь. И мало кто думает, что даже по цене нескольких ракет, которыми сейчас обстреливают Украину, стараясь нас заморозить, там лишить всего, то есть уничтожить физически несколько этих ракет, если цену, сумму, которая на них была потрачена, пустить на любой из российских городов, где очень много проблем, тот же Волгоград, где, по-моему, недавно, не знаю, как там, сделали канализацию, которую прорвало, или же другие города, которые, смотришь, они выглядят хуже, чем сейчас города, разрушенные в Украине, так те даже не бомбили. Так вот, просто взять вот часть денег, пустить туда, и никому не приходило в голову, или же повысить пенсии, повысить зарплаты. Почему, интересно, россияне не поднимают эти вопросы? Здесь, вот тоже, с точки зрения психологии, все объясняется, опять же, еще раз повторюсь, не за всех, я никому не хочу обидеть, за определенное количество населения, скажем так, есть просто комплекс внутренней неполноценности. До этого украинцы всегда позицировались, как какие-то, ну там, меньшие братья, какие-то там неполноценные, недолугие, там как-то высмеивались, то у вас и армии нет, нет и того. И тут, при нападении, ведь люди, получается, ожидали каких-то определенных результатов, но что-то пошло не так. И получается, что Украина сейчас, ну, просто берем по факту, смотрим границы, там допустим в марте, куда продвинулись войска, куда продвинулись войска Российской Федерации и сейчас. Вот чистые факты, они, поверьте, очень сильно отличаются. И тут возникает комплекс внутренней неполноценности, когда вы получили от сильного врага, которого вы оценивали, ну, ожидали, что так может быть, тут, ну, как бы, да, вот я дрался, но с сильным. А тут, получается, от человека, от страны, просто ведь все переводится на бытовой уровень, мотивы те же самые, если шпана та же получает от того, кого они считали, скажем, жертвой, славой и так дальше, вот тут уже возникает агрессия. Как это мы получим, а как же наше лицо и так дальше, я опять же, никого не хочу обидеть, я просто разбираю психологические моменты этой ситуации. И этот фактор тоже влияет. Обида, люди понимают, что они этой войной несутся в пропасть, хуже им, они теряют близких, но нет, вот эта обида, вот нет, мы же все-таки докажем, что вместо того, чтобы сделать что-то дома, там провести газ, там как-то отремонтировать жилище, сделать у многих, ведь, ну это уже, как говорится, стало нарицательным, сделать туалет просто в доме, да, нет, мы все-таки докажем, вот вопрос, чтобы что. и это опять же ответ, вот вы говорите, славянам нужно объединяться. На мой взгляд, если вот так, резюмируя, тоже только мое мнение, сейчас главное, хотя бы не мешать друг другу, у нас просто появится шанс, да, я видел, вот многие видео там, российских, так сказать, просветленных людей, продвинутых, и вот он рисует, показывает, вот две страны, вот это одно целое, это вот Украина, это Россия, вот тут англо-саксонский мир, так вот, если они разделены, тут, скажем, эти их очень легко побеждают, да, так и есть, но сейчас уже, после того, что сделано, объединиться, ну, я во всяком случае, не верю в это, кстати, с адекватными россиянами, мы так и не разъединялись, то есть, все как было, мы как общались, то есть, люди понимали, что происходит, мы не разъединялись, так вот, с большим количеством тех, которые вот все это поддерживали, которые пришли нас убивать, извините, объединение не получится, сейчас просто решить так, чтобы мы хотя бы друг другу не мешали, тогда появляется шанс, и та, и та страна, она имеет определенные резервы, противостоять тому, что идет, куда нас ведут, то есть, какие события, и изменения порядка, нам готовят, вот, такое мнение, понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, извините, для меня это было действительно тяжелое видео, еще раз говорю, никого не хотел обидеть, просто разбираю ситуацию, называя вещи своими именами, и пытаясь определить какой-то выход, возможно, его предложите вы, только много раз подчеркнул, и подчеркиваю, тех, кто поддерживает, или оправдывает войну, я блокирую, без всяких объяснений, жду людей, которые адекватные, которые реально понимают, что вот эта война, она прежде всего, бог с ним, не надо нас, украинцев, жалеть, и так дальше, мы, допустим, переживем, мы сами как-то восстановим, сами все направим, вы пожалейте себя, как это делают адекватные люди, которые, скажем, им, ну пусть все равно, Украина, но они понимают, что это вредит России, и поэтому понимают, что с этим нужно что-то делать, сразу же говорю, что призываю это делать, в уважительной манере, никого не оскорбляя, таких людей, которые так себя ведут, я тоже блокирую, вывод, логика очень проста, если человек не умеет себя вести, пусть идет туда, где его понимают, то есть там уровень, как уровень какой-то пивной, и так далее, в этом тоже может быть, нет ничего плохого, но не у меня на канале, всего доброго, и будьте здоровы, и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok